Приветствую вас, Юрий. Давайте разберём ваш вопрос. Вы пишете, что у вас не долаживаются отношения к семье. Правда, не пишете, что именно не ладится ваша семья, да, то есть, ну, из-за чего, собственно, проблема. То есть, по поводу всего конфликта возникает, что их, так сказать, генерировать, что их, так сказать, снова и снова бросать. Но я полагаю, что в любом абсолютно случае с этим нужно разобраться, нужно разобраться с причиной, почему вы снова и снова, почему у вас не налаживаются отношения. Потому что мы говорим почти всегда о личной определённой ответственности. Мы говорим о личной определённой ответственности вашей. То есть, мы говорим о вашей ответственности за то, что происходит. Мы не говорим об ответственности вашей жены. Вот, и мы говорим о Вашем вкладе в отношениях и ссорах тоже. Здесь я рекомендовал бы, разве что, поисследовать в интернете психологическую игру скандал, возможно перекидывание горячей картофелиной, возможно суд. То есть если Вы напишите психологическая игра и перечислите, ну напишите одну из перечисленных мною названий, то я полагаю, что Вы, возможно, можете узнать в какой-то из этих игр свои отношения с женой, точнее структуру скандалов с ней. Вот, но это уже позволит Вам более четко понимать, в чем заключается проблема. Вот, ключевой момент в том, что люди боятся, как правило, эмоционального сближения, эмоциональной близости, близости. Страх быть уязвимым, не защищенным, зачастую страх боли мотивирует людей на то, чтобы играть, чтобы быть не теми, не теми, кто они есть на самом деле. И это всегда приводит к скандалам и так далее. Потому что скандал это когда человек по сути не говорит о своих чувствах. Скандал это когда человек говорит о чем угодно, но только не о своих чувствах. Вот, либо он говорит о своих чувствах уже тогда, когда, ну, просто задавил их до такой степени, что они ворваются в виде агрессии, в виде злобы, ненависти и прочего. То есть, как говорится, дотерпела. Дотерпела. Вы говорите о том дальше, что уходили уже от жены, но вернулись. То ли из-за ревности, то ли из-за сына. Ну, Юрий, для 41-летнего мужчины вы, в общем-то, крайне плохо контактируете со своими чувствами. Потому что ревность это одно, сын это другое. А сын этот это совсем другое. Я не думаю, что вы особо помогли и сделали лучше своему сыну тем, что вернулись к своей жене, а при этом не разрешив с ней проблемы. То есть я думаю, что вашему сыну эмоционально лучше, когда вы не вместе. Я также не думаю, что есть препятствия для взаимодействия вас и вашего сына, при условии, что вы с своей женой не живете. И при наличии соответствующего поведения с вашей стороны. То есть мне кажется, что идея того, что вы вернулись ради сына, ну, она выглядит странной. Она выглядит как оправдание, она выглядит как просто какое-то объяснение. Вот. Что касается ревности, то там более близко к правде, ну, по крайней мере, это более честное, там более аутентично. Вот. Ну, давайте подумаем. То есть, грубо говоря, ревность это чувство собственничества, поставленное под сомнение. То есть, вам человек принадлежит, и вы знаете, чувствуете, что он вам принадлежит. Ну, в данном случае, речь идет о вашей жене. И потом жена дает понять, что на самом деле она вам не принадлежит, и в этот момент вот такая ревность. И желание сделать все, чтобы почувствовать этот вот полное обладание человеком. То есть, глобальное, да, предметное отношение к человеку. О любви, соответственно, здесь речи не идет. По крайней мере, в контексте данного чувства, данного стремления. Любовь может быть, но вот это в этом, в этой струе, она не проявляется. Здесь нужен отказ от предметного, предметного, вечного восприятия человека. Как вы и к себе также относитесь, то есть, с точки зрения полезности, с точки зрения того человека. Это польза, это вещь, это предмет, которым можно обладать. Это не так. Таким отношением отрицается у себя и у другого наличие свободной воли и свободы выбора. Следующее основание для ревности, это неуверенность в себе, страх и, соответственно, потребность в безопасности. Что и реализуется через ревность. То есть, через контроль, ограничение, подавление и прочее, прочее. Вот, если же, нужно работать с тем, что именно составляет ревность. Во-вощу, это может быть страх. Страх одиночества, это может быть отсутствие реализованности, это может быть какое-то болезненное отношение к сексу. То есть, чрезмерное значение предоставляется сексу. Это может быть желание доказать свою исключительность, единственность и прочее. Вот. То есть, поводы для возрождения в семью, что первый, что второй, сомнительный, крайне сомнительный. Дальше идем. Вы говорите, что полюбили другую женщину, но не знаете, как уйти, как сказать жене. А, собственно, в чем проблема? То есть, в чем проблема сказать жене? Чего вы боитесь? Знаете, скорее всего, вы боитесь перемен. Скорее всего, вы боитесь вот так вот, чисто вот, опытно, что происходит с вами. На данный момент вы боитесь просто новых каких-то вещей. Вы боитесь смены привычного уклада жизни. Вы боитесь сломать свои привычки. Боитесь запрендовать поступать по-другому. Боитесь нарушения каких-то ритуал состоявшихся. Ибо, чтобы в других ситуациях поступать иначе, необходимо, ну, такая, знаете, хорошая степень доверия своим чувствам этого у вас нет. Вот. Поэтому вы боитесь сказать свои жене. Потому что вы знаете, что если вы скажете это, что вместо вам уже не жить, это значит, что вы должны будете что-то менять, и это значит, что вернуться, как бы, назад вы уже не сможете. То есть смсы будут сложены. И вы боитесь довериться своим чувствам. А чувствам вы боитесь довериться тому, что их не доверяют. И их обесценивать. Вот с обесцениванием ваших чувств нужно доработать. Это первое. Ну и второе. Влюбленность в другую женщину тоже требует анализа. То есть, ну как анализа, не анализа, а рассмотрение более полного и предметного. Потому что улюбленность всегда бывает разная. Во-первых, это может быть страсть, вот, это может быть потребность в человеке, это может быть ощущение себя как-то по-особому с ней, и соответственно потребность снова и снова это чувствовать. Средо такого своего рода зависимость получается. Такая своего рода зависимость получается. И, в общем-то, вам будет в этой зависимости хорошо только до тех пор, пока вы с женой. Но, уйдя от жены и, например, садясь с этой женщиной при условии зависимости, вам будет с ней так же плохо. Тем более, что изначальные проблемы с твоей женой вы не разрешили, вы их даже не описываете. По большому счету, вы их даже не называете, вы о них даже не говорите. Настолько тут вот, ну, я не знаю, насколько тут стоит блок, или, может быть, тут стоит какой-то страх стоит, или обесценивание, или просто нежелание в этом направлении работать. Но, тем не менее, тут вам нужно понять, что пока вы с твоей женой не разрешите, то почему у вас не складываются отношения, вы не сможете построить здоровые отношения с той женщиной, с которой вы влюбились. Если вы действительно ее любите, вы хотите, чтобы она была счастлива. А счастлива она не будет, если вы не решите проблемы с твоей женой. Ну, и мужчина, который не сомневается в своих чувствах, который не доверяет им, тоже вряд ли способен женщину делать счастливой. Объективно. Что-то делать даже не в машине, не в машине и женщине, а в любом человеке вообще. Любой человек, который вот не доверяет своим чувствам, он не сможет делать ни себя, ни другого, в частности. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что это было полезно вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша будет самым лучшим образом разрешена.